Между тем благоустройство одного объекта в столице Коми приостановили. По сообщению горожан на территории будущей яблоневой аллеи подрядчик увлекся с вырубкой деревьев. Факты превышения лимитов вырубки зафиксировали сотрудники столичной мэрии. Сейчас выясняют подробности. Первоначально по проекту предполагалось убрать чуть более 40 старых деревьев и кустарников, а затем после облагораживания площадки высадить саженцы кленов, рябин и яблонь и кустарники, сирени и боярышника. Жители соседних домов усердия подрядчика не оценили. Они внимательно следят за работами и очень ждут, когда все намеченные работы будут завершены. Конечно, все этот уголок очень любят. И для всех он имеет какое-то особое значение. Ну и потом, если обратить внимание, вот за окном, да, там у нас, ну, больше похоже на пустырь. То есть, ну, с коляской еще погулять можно, а больше, как бы, ну и не выйдешь. Ну да, красиво весной, летом. А так, конечно, птички поют весело, задорно. Но вот надеемся, что сейчас с преображением там станет все облагородит. Вот сейчас уже ведутся работы. После того, как выяснилось, что вырублено деревьев и кустарников больше, чем планировалось, администрацию Сыктывкара начата претензионная работа с подрядчиком. Мэрия будет настаивать на штрафных санкциях.